Сложная ситуация в поселке Ясенская Перебава. Мы пока не можем оттуда людей вывезти. Вода вся сошла. Сейчас будем восстанавливать дорогу 400 метров, чтобы приступить к эвакуации жителей. Почему? Потому что прогноз нехороший день на следующие сутки, к своему ночи, там оставлять нельзя. О чрезвычайной ситуации глава Яйского района Михаил Тимофеев губернатору докладывает по телефону. Другой возможности просто нет. Все силы сейчас в районе стянуты для ликвидации последствий разбушевавшейся стихии. В районе ввели режим ЧС. Хуже всего и ситуация в хуторе Ясенская Переправа. Там из-за нагонной волны люди фактически оказались отрезанными от большой земли. Вездеходы команды пока туда не проходят. Но вода сейчас начала сходить. Уже на 150 метров вода ушла. Поэтому мы думаем, что БТР туда проберемся и здесь переведем. Используйте световые часы, которые остались. Максимальная. БТР, техника, трактора, КАМАЗы. Все, что хочешь. Тем более сейчас погода, наверное, позволяет. Потому что ситуация в ночь будет только ухудшаться. Никого. Оставить посты. Там полиция, дружинники, казаки и так далее. Чтобы не было мародировства в никаком случае. Лучше перегнуть. Мы знаем с вами ситуацию. Действуйте. Потому что ночью эвакуация – это совершенно другое. Порывы ветра порой достигали 40 метров в секунду. Без света в Ейском районе остались 15 тысяч человек. Похожая ситуация и в станице Должанской. Основной удар, сильный ветер и дождь нанесли около полуночи и ранним утром. Без света в пяти районах края остаются 180 тысяч человек. Больше всего пострадали Анапа, Темрюкский, Славянский и Ейский районы. Сформированы везде оперативные группы во всех администрациях. Кровосуточные. Через каждые два часа они нам докладывали в течение дня о складывающей полностью обстановке. В настоящее время на подходе к Ейску Донской спасательный центр – это солдаты 70 человек. И Краснодарский центр – 50 человек. Сложнее всего ситуация обстоит с электричеством. Шквальный ветер, повалил опоры линии электропередач, не дает возможности энергетикам работать с проводами на высоте. Когда это станет возможным, сказать тоже сложно. Прогнозы от синоптиков неутешительные. Ветер все время меняет свое направление, при этом скорость его не уменьшается. В крае по распоряжению Александра Ткачева создан оперативный штаб, который круглосуточно будет следить за ситуацией. А в каждом районе пострадавшим от стихии развернуты мобильные бригады. Туда входят спасатели, казаки, полицейские и даже военные. Из тех муниципальных образований, где ситуация сейчас уже благоприятная и где погодные условия сформировались, мы начинаем переброску в те муниципальные образования, где ситуация остается сложной. Задача – максимально сформировать ресурсы, которые мы бы грамотно использовали, как только погода нам позволит. В сложившейся ситуации никакого информационного вакуума потребовал губернатор. Каждый человек в пострадавших районах должен быть в курсе ситуации, которая может меняться каждый час. Предупреждать об опасности необходимо заранее, чтобы у людей была возможность покинуть дома или быстро эвакуироваться с помощью спасателей. По возможности необходимо использовать телевидение, интернет и сотовую связь. Люди должны все знать, что власть предупреждала, предлагала помощь, предлагала эвакуироваться. Я понимаю, что люди, как всегда у нас, могут не захотеть бросать добро и уезжать во временные пункты размещения, но нужно приходить к ним, объяснять, убеждать. А там, где есть дети, инвалиды или старики, считаю, что чуть ли не за руку нужно уводить в безопасное место. Особенное внимание сейчас также нужно уделить пунктам временного размещения, подчеркнул Ткачев. Людям, которые вынуждены покинуть на время свои дома, необходимо предоставить комфортные помещения для проживания и горячее питание. За это время все службы, особенно это касается жилищно-коммунальных, должны убрать с улиц поваленные деревья, сломанные ветки и восстановить опоры линий электропередач. На сегодняшнюю минуту осталось без света 20 тысяч человек, а было на утро 62 тысячи. Также параллельно занимается поселение, расчистка завалов, падших деревьев. В городе практически электроснабжение восстановлено, все объекты здравоохранения с энергией. Правильно, абсолютно сказал Иван Николаевич, что нам, конечно, нужно уже завтра с утра полностью подтягивать бригады по расчистке дорог, по восстановлению всей инфраструктуры района или в тех территориях, где больше всего потрепала стихия. Понятно, что потери будут материальные, финансовые, и помощь, которая потребуется сегодня на уровне края, мы готовы ее оказать. Из-за расчистки улиц и восстановления подачи электричества на совещании принято решение завтра отменить занятия в школах и детских садах там, где введен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, порывы ветра должны спасти к завтрашнему дню после обеда. Но сегодняшняя ночь, заявил губернатор, должна стать бессонной для глав района, спасателей и полицейских, чтобы люди смогли спокойно ее пережить. Александра Иванченко, Денис Перец, Валерий Пятов, 9 канал, Краснодар.